Здравствуйте! В эфире телеканала ЖТСУ «Время новостей». В студии для вас работает Айнур Мирханова, сурдоперевод обеспечивает Марат Жумабеков. В начале выпуска коротко о самом главном. Кадровые перестановки. В Толгарском районе назначен новый Аким. Глоток воздуха. Волонтеры подарили больнице Аксусского района 9 кислородных концентраторов. Деньги в банках. Полмиллиона тенге заработала многодетная мать, продавая разносолы. Зима не за горами. Котельные Толдукургана переходят на газовое топливо. Сегодня назначен новый Аким Толгарского района. По согласованию с администрацией президента утверждена кандидатура Серегжана Ирекешева. Представляя руководителя района аппарату, первый заместитель Аким Алматинской области Лязат Турлашев отметил, что должностное лицо такого уровня должно обладать не только опытом руководителя, но и хозяйски подходить к решению вопросов социально-экономического развития, быть дипломатичным и чутким. По мнению депутатов районного Масляхата, поддержавших кандидатуру Ирекешева, он обладает всеми необходимыми качествами. Новому Акиму района 47 лет. Он окончил Казахский национальный технический университет Садпаева имени и университет Нархоз. С 1998 года по 2012 годы проработал механиком строительного участка, а позднее главным механиком, исполнительным директором в компании Бейнио Жолдары. Карьеру в государственной службе начал в 2012 году Акимом Байсеркенского сельского округа Иллийского района. И с 2016 года по сегодняшний день был заместителем Акима Иллийского района. Мы знаем Серегжана Ирекешева как человека энергичного и требовательного. И я уверен, что он справится с поставленной задачей. Тем более, что в районе отмечается уверенный рост производства промышленной продукции и продуктов сельского хозяйства. За истекшие 7 месяцев привлечено почти 37 миллиардов инвестиций. По дорожной карте занятости реализуется сразу 46 проектов. Но еще многие вопросы предстоит решить. Я уверен, мы сделали правильный выбор, и Серегжан Казиевич с поставленными задачами справится. Новому Акиму района в первую очередь предстоит завершить множество проектов, начатых его предшественником Жуланом Умаровым, безвременно скончавшимся от пневмонии на 41-м году жизни. Жители района отмечают, что предыдущий Аким, хотя и проработал в своей должности всего 10 месяцев, успел решить много вопросов социально-экономического характера и жилищно-коммунального сектора. В нашем районе активный демографический рост, поэтому для нас давний и актуальный вопрос – трехсменное обучение в школах. Нужно также жилье, хорошие дороги, освещение, высокоскоростной интернет и другое. Многие вопросы предыдущие Акимы, разумеется, решали, но еще очень многое предстоит сделать. И мы надеемся, что новый Аким только приумножит эти результаты. А мы, общественность района, в свою очередь окажем ему в этом активное содействие. В Акимате города Талдыкурган подводят итоги ежегодного и ставшего уже традиционным конкурса «Жомар Джурек». В нем принимают участие меценаты, спонсоры и волонтеры. В этом году с началом пандемии страна как никогда нуждалась в людях с добрым сердцем и широкой душой, которые в сложный момент пришли на помощь своим согражданам. Меценаты и волонтеры протянули руку помощи буквально всем слоям населения. В период остановки общественного автотранспорта добровольцы бесплатно доставляли на работу медицинский персонал и кормили сотрудников блокпостов. Огромную помощь оказали талдыкурганцы и в приобретении необходимого медицинского оборудования. Для вручения памятных статуэток и благодарственных писем по восьми номинациям в Акимат были приглашены наиболее активные граждане. Вручал награды лично градоначальник Галымжан Абдраимов. Очень радует нас то, что спонсоры, проявляя свою инициативу, самостоятельно обращаются к нам для того, чтобы уточнить, каким предприятиям, организациям, больницам необходима была помощь, каким семьям. Этот конкурс объединил медицинатов различного направления. Здесь есть медицинаты, которые приобрели медицинское оборудование, лекарственные препараты, как я вам сказала. Здесь же есть медицинаты, которые приобретали жилье для малообеспеченных и многодетных семей. Поэтому нас радует, что люди проявляют свою сознательность. Нас радует то, что бизнес проявляет свою социальную ответственность перед нашими гражданами. Клоток воздуха. Девять кислородных концентраторов для районной больницы приобрели аксусские волонтеры при участии Республиканского общественного фонда «Шугала». Подробности в следующем материале. Аксусская районная больница в поселке Женсугуров. Здесь после вспышки пневмонии с 22 июня открылось инфекционное отделение на 20 коек и провизорное отделение на 40 мест. На период пандемии для больных и медперсонала созданы оптимальные условия. Здание разделено на грязные и чистые зоны. Это необходимо для того, чтобы заразившиеся не пересекались со здоровыми людьми. Сейчас поток пациентов медучреждения уменьшается. Из 705 больных 692 выздоровели. В этом, несомненно, заслуга медработников. Но немаловажным вкладом в общее дело является и участие волонтеров. Благодаря их заботе и поддержке полностью покрылась потребность больницы в кислородных концентраторах. «Не могу сказать, что у нас всего было достаточно. Вначале у нас было три аппарата ИВЛ и пять концентраторов кислорода. Этого, конечно, не хватало. Спасибо Аксусцам, волонтерам, благотворительному фонду. Нам помогли, привезли кислородные концентраторы. Это была огромная помощь. Столько больных спасено». Меруэр Дубаева стала волонтером по велению сердца. С самого начала пандемии уроженка Аксусского района помогла землякам в приобретении лекарственных препаратов. Она объединила общие усилия предпринимателей и всех неравнодушных для покупки девяти кислородных концентраторов, которые были переданы районной больнице. Пять из них были подарены жителями сёл Карашелик, Казалтан и Женсугуров Аксусского района. А четыре концентратора поступили в больницу через республиканский фонд «Шугла». «Я сделала видеообращение через социальные сети. В своё время молодёжь, выходцы из нашего района, промониторили аптеки. Мы видели, в селе не хватает лекарств, а заболевших очень много. Мы ездили в город, привозили лекарства, стремились помочь всем нуждающимся. С этого и началась наша помощь. Потом решили помочь больнице, собрали деньги, приобрели концентраторы». С сегодняшнего дня введено поэтапное смягчение карантинных мер. Вступило в силу постановление главного санитарного врача Алматинской области, согласно которому при условии соблюдения усиленного санитарно-дезинфекционного и масочного режимов, а также социальной дистанции, разрешена деятельность непродовольственных магазинов и рынков, объектов ритуальных услуг, автомоек, салонов красоты, бизнес-центров и прочих объектов, оказывающих услуги населению. Разрешена работа дежурных групп в детских дошкольных организациях наполняемостью не более 15 человек, а также аттракционов на открытом воздухе с соблюдением социальной дистанции с разметкой территории. Также открыты для посещения бани, сауны, спа-центры заполняемостью не более 50%. Запреты на открытие остаются для кинотеатров, театров, выставок и других объектов с массовым скоплением людей. Также сохраняется запрет на проведение семейных памятных мероприятий, запрещается посещать места массового скопления, делать какие-то большие концерты тоже запрещается. Запрещается деятельность религиозных организаций, также развлекательных центров, то есть ночные клубы, бильярдные, ПС-клубы, компьютерные клубы все еще не работают. Также у нас есть выходные дни, мы будем объявлять локдауны, каждый выходной будет локдаун в целях стабилизации эпид-обстановки в области. Цифровизация в действии. С момента введения карантина в казахстанских автоционах многие услуги переведены в онлайн-формат. Теперь для получения или замены водительского удостоверения достаточно одного клика на портале ИГОВ. Новые условия получения услуг значительно экономят время и нервы автолюбителей. С момента введения карантина в казахстанских автоционах многие услуги переведены в онлайн-формат. Так, для получения водительского удостоверения достаточно обратиться на портал ИГОВ и зарегистрировать заявку. Документы изготавливают всего за час. Здесь также работает и бронь времени посещения. По словам специалистов учреждения, граждане, обратившиеся впервые за водительскими правами, в обязательном порядке проходят личные освидетельствования, тестирование на знание теории вождения автомобиля, медосмотр и другое. В связи со сменой фамилии я вынуждена поменять водительское удостоверение. Я узнала, что можно не приходить в автоцион, а подать заявку в онлайн-формате. А через час после её подачи можно прийти в автоцион и забрать готовые права. Это очень удобно и сокращает время на получение документов. В специализированном отделе Центра обслуживания населения можно получить или обменять водительские права, зарегистрировать и снять с учёта автотранспортное средство, приобрести номерной знак. По словам специалистов учреждения, за время карантина обращения за той или иной услугой не прекращались. Согласно последним данным, с мая месяца только по обмену водительского удостоверения зарегистрировано 4 тысячи граждан. Свыше 12 тысяч автотранспортных средств поставлены на государственный учёт. За время карантина количество посетителей не уменьшилось. Большинство посетителей – люди старшего возраста, которые не владеют информацией о возможности использования онлайн-услуг. Мы ведём разъяснительную работу по получению услуг дистанционно. А вот молодые люди больше подают заявки в электронном формате. Они быстрее адаптируются к различным нововведениям. Для удобства получения оповещения о готовности услуги необходимо зарегистрироваться в базе мобильных граждан. В данном случае сообщение придёт на мобильный телефон. Не зарегистрированные клиенты результат своего обращения могут узнать в личном кабинете на портале ЕГОВ. Гульмира Тимиргалиева, Ася Дусинбек, телеканал ЖТСУ, Талдыкурган. До конца октября продлили сроки инвалидности в Казахстане. Гражданам, чьи сроки переосвидетельствования попали на время карантина или подошли к концу, их автоматически продлевают на три месяца. В этом числе почти 4 тысячи житесустцев. Об этом сообщил на брифинге Жумабек Далибаев, заместитель главы департамента комитета труда и соцзащиты населения Палматинской области. Затронули также тему пенсионных отчислений и социальных выплат в электронном формате. Таким образом, 3708 жителей региона уже получили пособия и пенсии, не выходя из дома. К слову, по начислению выплат только с начала текущего года выполнено более 50 700 государственных услуг. Пенсионных выплат по возрасту было начислено 3938, базовых пенсионных отчислений – 4191. Выплат государственного социального пособия по инвалидности – 1923. Были начислены и платежи по рождению ребёнка. Число подобных начислений составило 25 200. Ежемесячных выплат, назначаемых по уходу за ребёнком по достижениям года – 519. Единовременных платежей на погребение – 4373. Всё из ничего. Полмиллиона тенге заработала за период карантина многодетная мать – Асия Чукубасова. Несмотря на растущую безработицу, увеличить семейный доход удалось ей благодаря банкам. Однако речь идёт не о кредитных учреждениях. Более 400 банок с оленей закрыла Асия Чукубасова с начала этого лета. Только заготовки предназначены не для её большой семьи, а для продажи. По словам матери шестерых детей, ей было не в тягость консервировать овощи и фрукты. Зато на часть заработанных 500 тысяч тенге она купила своим школьницам новый ноутбук. Девушка уверена, что дело мастера боится. И если сильно захотеть, можно всего добиться. И заготовки, кстати, не единственный заработок женщины. Вечером выезжаю, у меня есть машина маленькая, купешка. Вечером пару часов выезжаю, так натоксовываю, каждодневно на продукты, на каждодневные еду, на что-то, что-то. Потому что мужа зарплата уходит на кредиты и закрывать на коммуналку. У Асии и её супруга шесть милых дочек. Старшие активно занимаются спортом. И несмотря на то, что проведение соревнований пока приостановлено, девочки стараются не терять форму. Молодая многодетная мама – пример для многих женщин в её положении. Несмотря на нелёгкое время, она не жалуется и не унывает. И даже больше. Помимо заботы о своих детях, девушка умудряется помогать и другим людям из категории социально уязвимых. Когда мне очень тяжело было, она помогла мне углём. И до сих пор всегда отзывается, всегда принесёт продукты, питание, помогает. Хотя у неё и сама многодетная мама она, хотя тоже у неё ни дома, ни это самое, она живёт на съёмной квартире. Такая же мама, как и мы, простая. Но она всегда старается, всегда благотворительностью помогает, всегда старается руку помощи протянуть. У Асии только одна мечта – иметь собственную крышу над головой. В очереди женщина стоит уже шестой год. Как уверяет девушка, им бы и избушка сошла. В замок её она готова превратить сама. Айнур Мирханова, Жаик Курмамбаев, Телеканал ЖТСУ. В Алатауском районе города Алматы произошёл пожар. 17 августа в 13.20 пожарные расчёты выехали на сообщение о возгорании в Алатауском районе проспект Раимбека. По прибытии пожарных расчётов через 7 минут установлено задымление. Обнаружено два очага возгорания сухостоя с переходом на мусор. Вследствие чего и образовался густой чёрный дым, сообщили в ДЧС Алматы. Локализовать возгорание на общей площади в 700 квадратных метров удалось за 20 минут. Полностью ликвидировать – в 13.56. Были задействованы две единицы техники и 13 пожарных. Жертв и пострадавших нет, сообщили в ведомстве. Водитель Феррари устроил массовое ДТП в Алматы. 34-летний водитель совершил наезд на бордюр, после чего, выехав на полосу встречного движения, допустил столкновение с автомобилем «Кия», а затем столкнулся с автомобилем «Ниссан». К счастью, обошлось без пострадавших. Материал находится в производстве адмпрактики управления полиции Бостон-Дыкского района. Более 10 миллионов тонн угля понадобится внутреннему рынку Казахстана в этом году. Из них порядка 8 миллионов направят на потребности населения, остальные – на обеспечение социальных объектов. В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития отмечают, что такие факторы, как внедрение зеленых технологий и газификация, снизили спрос на горючее. Но даже при такой негативной тенденции производство угля продолжается. За 7 месяцев этого года было добыто 62 миллиона тонн, а это на 3% больше, чем за аналогичный период. При этом коронакризис не повлиял на экспорт. Казахстанское топливо в основном поставляют в страны ближнего зарубежья, а также в ряд азиатских государств. К слову, информации профильного ведомства запасов угля в Казахстане хватит еще на ближайшие 300 лет. Готовимся к зиме. В нынешнем году за счет средств республиканского бюджета начата модернизация котельных города. После реконструкции теплоподающие объекты будут переведены на газовое топливо, что в разы увеличит мощность вырабатываемого тепла. Это не только значительная экономия финансовых затрат, но и улучшение технологического процесса. О подготовке к отопительному сезону расскажет Гульмира Тимиргалеева. На двух котельных городах идет к завершению строительно-монтажный процесс. После реконструкции они смогут работать на двух видах топлива – газе и мазуте. По заверениям представителей предприятия «Талдыкурган теплосервис», подача тепла в дома горожан пройдет согласно рабочего плана. Смонтированы два водогрейных котла, которые предусмотрены увеличением мощности. Изначально котель номер 3 – мощность 21 гикокалорий после реконструкции перевода, то есть мощность увеличится на 28 гикокалорий. Также уже выставлено здание мазутного хозяйства, то есть работы ведутся где-то на 65-70% уже работы выполнены. По городу «Талдыкурган» имеется 9 котельных. Это самая большая котельная – это у нас котельная «Басхват», которая топливает 8% города. Также имеется 5 квартальных котельных и котельная малой мощности. На сегодняшний день по 5-квартальным котельным разработана проект «Бетонагментация» на реконструкцию, то есть перевод на природный газ с твердого топлива. На сегодняшний день реализуются строительно-монтажные работы по двум котельным. Это у нас котельная номер 3 и котельная номер 1. Строительно-монтажные работы ведутся согласно графику. До начала отопительного сезона планируем запустить оба котельные. Переходят на газовое отопление и жители частного сектора города «Талдыкурган». Более 7 тысяч граждан уже подключены к природному газу. Среди подключившихся абонентов и пенсионерка Зура Ахмеджанова. 88-летняя женщина за год по достоинству оценила преимущества природного газа. «Я больше не покупаю уголь и дрова. Не выношу залу. А зимой дома стабильная температура. Нажала кнопкой, у меня есть горячая вода и тепло, и газ. Зимой за месяц плачу 10-12 тысяч тенге, летом около 5 тысяч тенге. Мне и 89-й год пошел. В моем возрасте газ в доме – идеальное решение». Ежегодно жители частного сектора сжигали за отопительный сезон 125 тысяч тонн угля. В «Талдыкургане» насчитывается около 10 угольных тупиков. По словам реализаторов твердого топлива, в нынешнем году продано свыше 18 тысяч тонн угля, что значительно меньше в сравнении с прошлым годом. Снижение спроса на уголь связано с подключением населения к природному газу. «За неделю получили мы 17 вагонов. В пути до сегодняшнего дня у нас еще 14 вагонов идет. Из них ближайший Саяк 5, и там дальше, по-моему, Палхаш и остальное. Ну, в день где-то 20-30 машин, в зависимости от качества угля машины приходят. Другой наличие на данный момент есть. У нас в кругу год цены одинаковые – 13 тысяч тенге». Плюсы газификации уже оценены горожанами, проживающими в частном секторе. Переход на природное топливо, теплоснабжающих предприятий позволит сэкономить семейный бюджет и жителям многоэтажных домов. Испанские власти бьют тревогу. В стране зарегистрированы случаи заболевания лихорадкой западного Нила, сообщает Евроньюз. Инфекцию переносят комары, и она может оказаться смертельной. От человека к человеку эта лихорадка не передается. В провинции Севиля на юге Испании заразились более 30 человек. 25 госпитализированы, 9 из них находятся в реанимации. «Мы рекомендуем использовать репелленты, а также избегать влажных мест», – сказал, обращаясь к согражданам мэр Гори Дель Рио. Этот городок вместе с соседним стал источником вспышки заболевания, в процессе которого может начаться сырозное воспаление оболочек головного мозга и развиться минингоэнцефалит. В целях защиты местные власти проводят фумигацию парков и других зеленых зон. Еврокомиссия выразила озабоченность по поводу новых ограничений на поездки, которые ввели некоторые страны ЕС, и призывает использовать вместо полного закрытия границ, чреватого тяжелыми последствиями для экономики, такие меры, как карантин и обязательное тестирование путешественников. Ранее Германия рекомендовала своим гражданам избегать поездок в Испанию, сделав исключение лишь для Канарских островов. Нидерланды также призвали своих граждан не ездить в 10 европейских стран, в том числе в Бельгию, Испанию и Францию. Массовое шествие за свободу прошло в воскресенье в белорусской столице. На митингу «Стелла Минск. Город-герой» и на прилегающих улицах собрались по разным оценкам от 100 до 200 тысяч человек. Они обвинили власти в фальсификациях и подтасовке голосов во время прошедших президентских выборов и осуждали применение силы против манифестантов. С осуждением действий властей выступили временные поверенные в делах Республики Беларусь, Швейцарии и белорусский посол в Словакии. Это была вся информационная картина на сегодня. Я с вами прощаюсь. Встретимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин